МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 1 февраля мы индексировали страховые пенсии. Это основная категория получателей по линии пенсионного фонда, потому что у нас на сегодняшний день получают пенсию больше 100 тысяч человек, страховую пенсию, и 4,5 тысячи человек получают пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Соответственно, плановые массовые перерасчеты по проведению индексации были проведены с 1 февраля и с 1 апреля этого года. Давайте подробнее остановимся на особенностях февральской индексации. Действительно, это, наверное, целесообразно, потому что, как я уже сказала, больше 95% получателей являются именно получателями страховой пенсии. И с учетом внесенных изменений в законодательство, эта индексация имела свои особенности. Так, в соответствии с 385-м федеральным законом, именно с 1 февраля этого года были внесены определенные ограничения на выплату причитающейся индексации. Если до этого, ежегодно индексируя страховые пенсии, они выплачивались независимо от факта того, состоит человек в трудовых отношениях и занят ли он самостоятельно работой или нет, то в этом году 385-й закон определил, что индексация проводится всем получателям страховых пенсий, но тем гражданам, которые на момент проведения индексации состоят в трудовых отношениях, на период этих трудовых отношений индексация не выплачивается. Она как бы накапливается, и если человек когда-нибудь прекратит свою трудовую деятельность, соответственно, она ему будет выплачена после прекращения трудовых отношений. Вот такие особенности в этом году. Но особенности существуют, да, действительно. Да. А в какие сроки в пенсионный фонд нужно сообщить о трудоустройстве либо увольнении? Опять же, здесь необходимо руководствоваться тем федеральным законом 385-м, о которых я сказала. Поэтому в связи с его с принятием были приняты определенные меры для того, чтобы как можно быстрее освободить граждан к необходимости личного обращения. Для этого законом предусмотрено введение во втором полугодии 2016 года, а если конкретнее с 1 мая 2016 года, ежемесячные упрощенные отчетности для работодателей. И необходимость личного обращения для тех граждан, которые прекратили свою трудовую деятельность в четвертом квартале 2015 года и в первом квартале 2016 года, она действительно имела место быть как на переходный период. То есть в этот период действительно правоопределяющим является заявление человека о прекращении трудовой деятельности или начале трудовой деятельности. И такие заявления мы принимаем и на сегодняшний день, но только для тех граждан, которые прекратили свою трудовую деятельность. В основном это касается тех, кто прекратил, а не трудоустроился по понятным уже причинам, кто прекратил свою трудовую деятельность с 1 октября 2015 по 31 марта 2016 года. И такие заявления вот эта категория граждан может продолжать подавать до 31 мая. В этом случае индексация причитающейся к выплате будет принять решение о ее выплате с месяца следующего за месяцем подачи заявления. На сегодняшний день больше полторы тысячи граждан обратилось уже в клиентские службы с такими заявлениями и документами. А основным документом в этом случае, понятно, является трудовая книжка, в которой содержится запись об увольнении. Те же граждане, которые прекратят свою трудовую деятельность уже начиная с апреля или в дальнейшем, вот тут уже необходимости обращаться, не существует. Как я уже сказала, с мая введена ежемесячная отчетность для работодателей. Обязанность эта возложена на них, и правоопределяющими будут сведения персонифицированного отчета, куда и поступят данные от работодателей. И, пользуясь моментом, я хотела бы обратиться именно к работодателям, что до 10 мая необходимо сдать отчетность за апрель месяц, ну, как для того, чтобы соблюсти законы, ну, и для того, чтобы соблюсти права своих работников. Поэтому, пользуясь моментом, обращаю на это внимание наших работодателей. Чтобы, так сказать, впитали информацию. Да. Еще одна особенность февральской индексации для крымчан и севастопольцев – это так называемый сохраненный размер пенсии. Вот что это означает, может, на каком-то простом примере? Да, вот это один из таких самых наиболее часто встречающихся вопросов, когда люди обращаются к нам и, ну, не совсем понимают, почему, начиная с 1 января 2015 года, как мы уже с вами сказали, и была и в феврале 2015 года принято решение об индексации, в феврале 2016 года у них размер пенсии не меняется. Вы правильно сказали, что это особенности для пенсионного обеспечения двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Следует напомнить, что в 2014 году в связи с принятием в состав Российской Федерации был принят отдельный указ президента Российской Федерации, согласно которому в четыре этапа в 2014 году фактически пенсии были увеличены в два раза, что позволило не только достичь среднего уровня пенсионного обеспечения в разрезе Российской Федерации, но даже в какой-то степени превысить этот уровень. Поэтому у всех пенсионеров, которые таковыми являлись на 31 декабря 2014 года, есть сохраненный размер пенсии, то есть это фактически пенсия, посчитанная по старому законодательству, переведенная в рублевую эквивалент, в рублевую валюту по курсу 3,8, что было предусмотрено решением правительства города Севастополя. А потом впоследствии с 1 июля 2014 года увеличенная в два раза. Вот это сохраненный размер. Каждому посчитан при этом размер пенсии по нормам российского законодательства по состоянию на 1 января 2015 года. И ежегодной индексации подлежит именно российский размер. И она действительно индексируется как с 1 февраля 2015 на 11,4%, так и на 4% с 1 февраля 2016 года. Но в том случае, если вот этот проиндексированный размер пенсии исчисленный по нормам российского законодательства и на сегодняшний день ниже, чем сохраненный размер, ну на простом примере, предположим, человек получал сохраненный размер на 31 декабря 12 тысяч рублей. А его пенсия по нормам российского законодательства была 10 тысяч рублей. Она потом проиндексирована, как с 1 февраля 2015, но 10 тысяч рублей проиндексированы. Но и на сегодняшний день она проиндексирована на 4%, если это меньше, чем 12 тысяч рублей, то 12 тысяч рублей, которые являются сохраненным размером. В рамках 208 федерального закона не подлежит ни корректировке, ни индексации до тех пор, пока российский размер не превысит этот сохраненный. То есть 10 тысяч не превысит эти 12 тысяч. Правильно, правильно. И на сегодняшний день действительно мы говорим о том, что примерно около 30 тысяч пенсионеров города Севастополя, это треть пенсионеров, они продолжают получать сохраненный размер, который выше. Поэтому оснований для индексации этого сохраненного размера не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Поэтому эти люди действительно обращаются, и мы стараемся им максимально разъяснить, почему это так. Но ситуация предельно понятная. Как пенсионер вообще может узнать о своем размере пенсии? Ну, безусловно, может узнать, если обратиться в клиентскую службу, которая расположена в каждом из районов города. Но мы, в общем-то, стремимся к тому, чтобы пожилые люди максимально меньше обращались. Поэтому существуют диспетчерские телефоны, они опубликованы на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Севастополь. Есть у нас диспетчерский телефон и в отделении 48-09-21, он тоже работает, и в течение рабочего дня можно позвонить и узнать. Более того, Пенсионный фонд, мы считаем Российской Федерацией очень продвинутой организацией, и вот на сегодняшний день, уже с мая месяца, получить, заказать справку о размере своей пенсии можно через портал Госуслуг, через сайт Пенсионного фонда, ну, естественно, после того, как пройдешь процедуру регистрации, понятное дело, что в этом случае нужно обладать навыками общения с компьютером, не всем пенсионерам это доступно, поэтому узнать можно вот теми способами, о которых я сказала. Ну, очень актуально сейчас впереди 9 мая, Великий день Победы. Будут ли по линии Пенсионного фонда проводиться какие-то выплаты в этом году? Ну, вот если говорить о том, что Пенсионный фонд является органом исполнительной власти и является исполнителем федерального законодательства, то федеральное законодательство отдельными указами президента Российской Федерации предусматривает такие разовые выплаты к юбилейным датам, то есть были разовые выплаты предусмотрены к 60-летию, к 65-летию и в прошлом году к 70-летию Великой Победы. Поэтому в этом году такой указ президентом Российской Федерации не принимался, поэтому по линии Пенсионного фонда такие выплаты в этом году не осуществляются. Но тем не менее каждый субъект Российской Федерации имеет свое самостоятельное законодательство и вот я знаю, что такие выплаты уже на сегодняшний день производятся в рамках постановления правительства города Севастополя, 165 ПП и такие выплаты производятся и в этом году. Ну, для неработающих пенсионеров прожиточный минимум это 8147 рублей. А расскажите подробнее о социальной доплате пенсионерам в случае, если их пенсия меньше вот этой указанной суммы. Опять же, мы говорим о том, что федеральная социальная доплата устанавливается и выплачивается в том случае, если общий материальный доход неработающего пенсионера меньше прожиточного минимума, который устанавливается субъектом Российской Федерации. Согласно закону города Севастополя, на 2016 год прожиточный минимум действительно составляет 8147 рублей. Поэтому вот эта доплата, я подчеркну, она может быть установлена только неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры, имеющие пенсию ниже этой суммы не могут претендовать на установление этой доплаты, потому что имеют еще заработок. Что касается неработающих граждан, то опять-таки для того, чтобы установить эту федеральную социальную доплату, мы обязаны учесть сведения о всех видах дохода, которыми могут являться меры социальной поддержки. Например, на оплату жилищно-коммунальных услуг, на какие-то другие льготные выплаты, которые осуществляет Департамент социальной защиты правительства города Севастополя. Поэтому при обращении человека с 1 января 2016 года, поскольку больше чем на 1400 увеличился прожиточный минимум в беззаявительном порядке, но все равно с учетом сведений из органов социальной защиты, для неработающих пенсионеров мы установили федеральную социальную доплату более чем 8 тысяч пенсионеров нашего города. С мая вводится ежемесячная упрощенная отчетность для работодателей о своих работниках. То есть, означает ли это, что при назначении федеральной социальной доплаты до прожиточного минимума для неработающих пенсионеров необходимость сообщать в пенсионный фонд о том, работает пенсионер или нет, отпадает? Это так? Это наша перспектива. Мы к ней будем стремиться. Мы уже с вами только что сказали о том, что такая ежемесячная отчетность введена буквально с сегодняшнего дня, ну с 1 мая по закону, с учетом выходного дня, с сегодняшнего дня. Поэтому изначально вот эта ежемесячная отчетность в рамках 385-го федерального закона вводилась исключительно для определения права на индексацию. Поэтому на сегодняшний день в этом случае для установления федеральной социальной доплаты все-таки пока пенсионеру необходимо уведомлять органы пенсионного фонда о том, что он прекратил свою трудовую деятельность. Но со временем, безусловно, технически мы будем готовиться к тому, чтобы использовать все сведения, которые будут поступать в пенсионный фонд. Еще раз подчеркну, для неработающих пенсионеров общий материальный доход которых ниже, чем 8-147, если на сегодняшний день такая ситуация имеет место, о своем увольнении нужно обращаться лично в клиентские службы города Севастополя. Повторили и подчеркнули. Спасибо большое за то, что пришли в студию и донесли полезную информацию, но совсем не остается времени. Это была программа «В контексте». Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова